Дети играются! Я говорю вам то, что Титикака, ну в смысле, Колечка ваша с моим мелким, они уже прям как братья родные стали, они уже сдружились просто! Игра... Мелкий, Титикаку своим игрушкам вот этим научился, вот это я научил меня, мелкий просто любит вот этим вот делом заниматься, да, мелкий? В этом всё нормально. А это вообще безопасно? Да! Ну, как сказать? Ну, вроде да! Ну, слушайте, если мелкий до этого момента себе ни одну ногу не сломал, вывих себе не сделал, никакие ушибы себе не поставил, то, в принципе, да, можно сказать, безопасно. Вы ещё скажите спасибо мелкому, то, что он Титикаку не научил с крыши прыгать, а только со второго этажа, а то мелкий даже и такими иногда занимается. Ну, слушайте, я вам безгранично благодарен, вы спасли моего внучка Коленьку, как я вас могу отблагодарить, а? Да не стоит никакой благодарности, да, это моя работа, мы просто проходили мимо дома бабки-ёшки, увидели там кренделёчка какого-то маленького, он за деревом прятался испуганный такой весь, естественно, то, что я его взял под своё крыльцо и вот это и приучил к себе домой. Я всегда детей спасаю, мелкого же я тоже спас в начале этого сезона, поэтому можете не благодарить, конечно, даже, ага. Да ты не стесняйся, выбирай всё, что захочешь, это моя вам благодарность. А, да, ну, если всё захочешь, на самом деле, на самом деле мне многого с мелким не надо, я вообще скромный в этой жизни, не-не-не, какая благодарность, я даже ничего просить не буду, разве что, ну, если скромно, ну, можно этот частный самолёт? Огромный такой, чтобы летал. А то мы давно с мелким хотим куда-то полететь, аэропорты все закрыты, границы все закрыты, а с частным самолётом мне, это, конечно, скромно очень, но если вы не против... Ну, личного самолёта у меня, к сожалению, нет. Но есть кое-что получше. Кое-что получше, а что-то... А, так у вас же вертолёт, есть точно, у вас же вертолёт, или ракету, может, он нам ракету даст, или спутник какой-то. Чё вы нам дадите? И чё это за дичь? Наша последняя разработка. Реактивный ранец. Какой ещё реактивный ранец? Не-не-не-не-не-не-не. Это слишком опасно, реактивный... Мелкий, выкинь обратно. Выкинь обратно, реактивным ранцем мы точно пользоваться не будем. Только самолёт или вертолёт. Выкинь обратно. Сними! Сними обратно его! Мелкий, он тебе большой даже. Ты посмотри, ты его на голову надел, а не на спину. Сними эту шайтан-машину, прям сейчас ты не будешь наказан. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Ну стой ты на месте! Ну чё ж ты не послушать-то такое, господи! Мелкий, хороший друг, но тебе, Колечка, лучше с ним очень часто не дружить. А то он тебя научит вот такой вот фигне. Ты же сейчас упадёшь и башку себе разобьёшь. Сотрясение получишь. И до свидания! Вниз спуска! Вниз! Не вверх, а вниз! Вниз! Ну ладно, если там вдруг на луну залетишь случайно, магнитик нам сюда притащи, хорошо? А на самом деле, господин президент, у меня есть к вам просьба. И она будет посерьёзней, чем личный самолёт, вертолёт и реактивный ранец. Пройдёмте, пожалуйста, сюда за мной. На самом деле, у нас в городе не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. У нас здесь до финища всяких есть проблем. И самое главное из них это то, что у нас банально нечего жрать, если так напрямую уже говорить. Мало того, то что вот этот магазин продуктов, на котором написано «Скоро открытие», уже год здесь висит. То есть, понимаете? Год! Поэтому, наверное, единственное, в чём вы смогли бы помочь и мне, и всему городу, это наконец-то открыть вот этот магазин продуктов. Так, постойте, а где вы еду-то берёте? Как вы кушаете? Ну, я не знаю, как остальные, но лично я, я всегда жру дома у своего лучшего друга, у Стёпки. У него жена вот эта, Маргарита Степановна, она отлично просто готовит. Я каждый раз к ним прихожу, просто обжираюсь мелкими, ухожу домой. А дома у меня еды вообще никогда нет. Вот. Вот, поэтому, если бы вы могли, откройте уже этот магазин, ради вот этого всего города. Не переживайте, сейчас разберёмся. Да, было бы, конечно, неплохо, если бы вы разобрали... Опа! А ты уже что, приземлился? Магнитик с луной принёс? Ранец, выброси сюда ранец. Ранец, быстро вы, и не сними его к чёртовой бабушке! Я не хочу, чтобы ты себе ноги все переломал. Сними его! Так. Слушай, мелкий. Это ты, ты же помнишь, что в этот магазин просто так не попасть. Господин президент, если вы хотите в него попасть, у вас просто так не получится, мелкий. Ломай стекло. Ломай стекло прям сейчас, давай. Только вот таким вот способом можно в этот магазин попасть. Давай, ломай быстро. Хулиган малолетний. Так, давайте, заходи. Да, уверен я, уверен. Мы все уверены в этом. По-другому в этот магазин не попадёшь. Давайте. Титикако, Колечка, ты тоже заходи вот сюда внутрь. Давайте. Быстренько. Так. Вот, смотрите. Полностью готовый магазин. А вот это я не учёл, то, что здесь сигнализация может быть. А это ещё что такое? Господи! Так это не сигнализация, оказывается! Это пожар! Это пожар, походу, в этом магазине! Это пожарная тревога была! Оп! Так, ищите выход! Ищите выход! Быстро на улицу! Быстро на улицу, давайте! Давай, выбегай быстро! Давай, да что ты смотришь на меня! И вот видите Видите, как всё плохо в наших магазинах Мы стекло сломали Пожар начался А как это связано вообще? Я вообще не понимаю, что это такое Стоп, 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 стоп Стоп, мы ничего не хотели сделать Воры, воришки Вам не стыдно Продуктовый магазин ограбить хотели Не, 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 мы, 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 мы ничего не хотели ограбить Господин президент, скажите ей Мы ничего не хотели ограбить Уважаемая, не паникуйте Мы наоборот пришли спасти ваш бизнес Ты что, кто такой хрыщ усатый? Бизнес пришёл он мне спасти А-а-а, зааккуратней с выражениями Это президент Это президент всей страны Он не хрыщ усатый Не, он как бы усатый и хрыщ Ну, смысл, он президент страны Это как выражаешься? Если это президент страны То я балерина из ёперного театра Ну, значит, ты балерина из ёперного театра Это президент, скажите ей то, что вы президент Мы дадим вам 100 тысяч золотых монет На открытие вашего бизнеса И опустим все ваши налоги Ого, господи, спасибо Ядрит меня в пенсию Вот хорошее дело делайте, господин президент 100 тысяч золотых А мне можно 100 тысяч золотых монет? Я тоже какой-то бизнес открою А у меня есть уже бизнес, но я ещё один открою Так, ладно, бабулька или кто-то продавщица Скоро 100 тысяч монет поступит на счёт И чтобы сразу же открылся этот магаз А вы хороший человек, оказывается, господин президент И слушайте, пока вы в городе Пройдёмте за мной Я вам ещё хочу кое-что показать Давайте через забор стягайте И идите сюда за мной У нас же ещё школа есть Не только продуктовый магазин Самая замечательная школа в этом городе Самая замечательная, потому что единственная Больше школ здесь нет Я вам чё хочу сказать-то, мистер президент Давайте проходите сюда за мной Школа-то огромная Но есть одна маленькая проблема То, что школа пустует Как вы можете заметить В школе ни одного ученика здесь нет Потому что, как говорится Сраный карантин С этим карантином всё пошло по одному месту И как вы можете заметить Половина учителей, которые находились в этой школе Они просто поувольнялись Первый класс Именно сюда мелкий опять пойдёт Когда заново откроется школа Давайте, заходите все внутрь Давайте, давайте, давайте Просто, если вы не знали Мелкого на второй год оставили Он второй раз в первый класс пойдёт А здесь он... Опа! Ренат Гамбубекович! Господин президент Познакомьтесь с этим С единственным и самым главным Учителем в этой школе Ренат Гамбубекович Он всегда Мелкого здесь обучал А после того, как Все дети пошли на карантин Как вы можете заметить Никто в школу даже не ходит Я вам предлагаю Поднять немножко зарплаты Для учителей Потому что Учителя всё же страдают А вы что делаете? Две дуримонды А, на самом... Это нормально На самом деле Это нормально Это просто Мелкий Любимый Его ученик Ренат Гамбубекович Любимый Его учитель Вроде как Мелкий Ты не бей своего будущего Учителя Ты скоро опять в школу отправишься Скоро опять сюда пойдёшь Второй раз Слезь с окна Слезь с окна Скоро в школу пойдёшь И башкой мне не маши Мелкий Ты с ума сошёл Господи Точно у тебя же Реактивный ранец есть Вот видите как хорошо Вы влияете на детей Господин президент Если не ваш реактивный ранец Мелкий бы кокнулся Уже со второго этажа бы Фух Я вам предлагаю Зарплаты Ренату Гамбубековичу Поднять И вот это И учителей Больше в школу нанять И чтобы вот это Дети ходили Радовались Кстати Ваш же внучок Коленька Тоже же скоро подрастёт Через годиков пять Тоже в школу пойдёт За школой Надо следить Мелкий Больше в окна Не прыгай Пожалуйста Ладно Поднимем зарплату В несколько раз Учитель Учитель Это хорошо Вот видите Ренат Зарплата будет Не переживайте Так Идём дальше Все за мной Сюда Мелкий опять в окно Сиганул Да Дури Монда Петровна Тите как Ты то хотя бы В окно не сигай Там третий этаж Третий этаж Дети Цветы жизни Что с них взять Да Пошлите Господин президент Дальше у нас На очереди Мэрия И сюда мы пришли Господин президент Не из-за того Чтобы решать Какие-то там Политические дела Да В городе Нет Мы сюда пришли Из-за того Потому что Прямо сейчас Здесь внутри Находится Очень важный Для меня человек Заходите внутрь Двери за собой Закрывайте И подымайтесь На второй Этаж Только здесь Тихо Потому что Она возможно Плохо себя чувствует И ей всегда Нужно Вот это Спокойствие Заходите Сюда Внутрь Господин президент У нас здесь Лежит Леночка Ветрянкина Она беременна Но есть Одна маленькая Проблема Она Единственный Врач В городе Вот и скажите Мне Если она Беременна Кто у нее Роды Будет принимать Если она Единственный Врач Она сама У себя Рожать Будет Или че Вот это Хороший Вопрос Сложный Но Хороший Вот я вам Говорю Надо больше Врачей В городе Помощников Леночке Надо Сорплату Врачам Поднять Врачи Это Врачи Это спасение Всего города А Леночка Одна Трудится Надо с этим Что-то Сделать Елена Не переживайте Мы пришлем Вам еще Помощников Леночка Тебе Лучше Лежать Ложись Обратно Как ты Себе Вообще Чувствуешь Здесь Спасибо Господин Президент Но у меня К вам Есть еще Одна Просьба Какая Вы бы Не могли Выпустить Моего Мужа Из тюрьмы Он же Совершенно Ни в чем Не виноват Точно Господин Бомжара Это Муж Ее Он За ней Ухаживает Еще Плюс К этому Бомжара Мэр этого Города Как вы Знаете Вы его В тюряху Закрыли Мы же Нашли Колечку Мы же Можем Выпустить Вот этого Бомжара Он же Никого Нигде Не похищал Ой Я забыл Вам это Сказать Я его Уже Выпустил Давно Он уже На свободе Слава Яйцам Куриным Конечно Все Бомжара На свободе Он скоро Сюда Придет Леночка Ложись Обратно Не переживай Все Спасибо Вам Огромное Господин Президент А еще Всех Остальных Кто Был В тюрьме На свободу Выпустил Это Это тоже Хорошо Господин Президент Наконец-то Все на свободе Уже У нас Будут Тогда Получим Ста 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 Я Сейчас Офигеть Как плохо Все Расслышал Или Вы Сказали То Что Вы Всех Остальных Кто Был В тюрьме Тоже На свободу Выпустили Но Все Должны Иметь Второй Шанс На Искупление Они Уже Отсидели Своё В тюрьме Сейчас Им Пора Начать Жизнь Чистого Листа Маньячелла Начнет Жизнь Чистого Листа Граф Дракула Начнет Жизнь Чистого Листа И Главар Бандитов Начнет Жизнь Чистого Листа Вы Б Хотя Б Спросили У Меня Перед Тем Как Выпускать Чистого Чистого Дракула Полетели Главное Чтобы Топлива Хватило И Я Успел Долететь Туда Я Очень Сильно Надеюсь То Что Господин Президент Просто Шутит Но Учитывая То Что Шутить Он Не Умеет Мне Кажется Это Нифига Не Шутка Бомжа Ра Открывай Ворота Не 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 Тут Ж Тут Вот Тут Был Маньяк Вот Тут Был Вроде Главарь Бандитов Или Вот А Сделать Был Граф Драк Бомжара Когда Тебя Господин Президент Из Камеры Выпускал Ты Почему Ему Не Сказал То Что Другие Камеры Ни В коем Случа Открывать Нельзя Мы Все В Глубокой Шопе Что Правда Бомжара То Правда Мы Все В Дерьме В смысле Обосраться В смысле Все Очень Плохо Бомжара Все Очень Плохо Бомжара Все 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 Эта